Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на первом вручении моей новой ежегодной премии Игорь Линк Gaming Awards. Мир давно нуждался в независимой, непредвзятой премии, где будут определяться 5 лучших игр по итогам года. Я говорю немножечко тихо, потому что сосед спит, сейчас 4 часа утра, и если я буду говорить слишком громко, то мне дадут ***. Каковы же критерии попадания в этот список 5 лучших игр года по моей версии? Ну все очень просто, игры просто должны максимально понравиться мне. Это главный критерий. Как и у любой другой авторитетной премии мирового масштаба, у Игорь Линк Gaming Awards также есть определенные критерии толерантности. Потому что мы боремся с дискриминацией, поэтому в мой список попадут только те игры и только те, в разработке которых участвовал хотя бы один гей. Но перед тем, как я начну объявление номинантов, несколько слов о спонсоре нашей премии, который позволяет ей быть по-настоящему независимой. Я думаю, что ни для кого не секрет, что основной целевой аудиторией моего канала являются депутаты, олигархи, крупные бизнесмены и директора корпораций. То есть люди, у которых уже полно денег, и они могут тратить их совершенно ни о чем не беспокоясь. Но я уверен, что среди моих зрителей есть также и те, у кого есть какие-то сбережения, но совершенно нет опыта инвестирования, а очень хочется попробовать и научиться. И вот специально для них недавно был создан сервис счет в Яндекс Плюсе. Это очень простой, понятный, а главное удобный сервис для совершения инвестиций. Мечтали ли вы когда-нибудь стать акционером Теслы или Гугла? Теперь это может сделать абсолютно каждый. Например, как только мне одобрят заявку на открытие счета, я обязательно прикуплю несколько акций Take-Two. Это издатели GTA, если кто-то вдруг не в курсе. И для того, чтобы стать акционером, теперь достаточно лишь зарегистрироваться, ввести паспортные данные, дождаться SMS-сообщения с уведомлением об активации. И можете скупать любые акции, какие только пожелаете. Но еще тут есть крайне полезная возможность, которая будет интересна даже тем, кто не хочет инвестировать. Тут можно обменивать валюту и делать это по биржевому курсу. Это дешевле и выгоднее, чем даже менять валюту в приложении вашего банка. А если вы новичок в мире инвестиций и не понимаете, как все это работает, не переживайте, счет в плюсе отлично подходит для новичков и предлагает облигации с низким риском. А также вы найдете большое количество пояснений и подсказок, чтобы прокачаться в инвестициях. А теперь у вас есть и дополнительная мотивация для регистрации счета, ведь сразу после этого вы получите 500 баллов кэшбэка. А если вы еще и пополните счет на 10 или более тысяч рублей, то вы получите еще тысячу баллов. Итого, зарегав счет и закинув туда 10 тысяч рублей, вы сразу получите 1500 баллов кэшбэка, которыми вы сможете пользоваться в рамках подписки Яндекс Плюс, включающей в себя сервисы на все случаи жизни. Это и Кинопоиск HD, это и Яндекс.Такси, и Яндекс.Еда, и Яндекс.Диск и множество других. Так что скорее переходите по ссылке в описании, регистрируйте счет в Яндекс.Плюсе и рассказывайте всем друзьям и знакомым, что теперь вы самый настоящий инвестор. И многие из вас сейчас, наверное, находятся в недумении, типа, камон, ты столько постов написал о том, что эта игра говно, потом ты два видео снял о том, что эта игра говно, и в итоге ты ставишь ее в топ лучших игр года. Но тут стоит сделать очень важную оговорку. В этом году я прошел не так много игр, которые именно в этом году вышли. То есть я очень много играл в прошлогодние, в позапрошлогодние проекты, я играл в Death Stranding, я перепроходил Red Dead Redemption. И я посчитал, и получилось, что в 2020 году я прошел всего 5 игр, которые вышли в этом году. То есть это топ лучших игр, вы можете просто перевернуть вверх ногами и получить топ худших игр. И теперь, я думаю, для вас все встает на свои места, потому что да, для меня Cyberpunk 2077 это определенно худшая игра года, по крайней мере, если смотреть по впечатлениям, которые остались после прохождения. Ну я уже целый видос снял о том, сколько там багов, недоделок и так далее, поэтому мне даже не хочется об этом говорить. Но даже если к лету ее полностью пропатчат, даже если у меня будет выдавать 170 фпс, не будет никаких багов, для меня эта игра все равно останется худшей из тех, что я играл в этом году. Потому что она, во-первых, скучная, да, там крутой основной сюжет, не спорю, но он очень короткий. Там есть некоторое количество интересных второстепенных квестов и огромная куча просто какого-то унылого однообразного говна в стиле поймай киберпсиха, похить того, убей этого. И это не то, чего я ожидал от разработчиков столь хваленого Ведьмака, которого его фанаты как раз и хвалили за невероятно проработанные квесты. Сам город также не чувствуется живым, отсутствует огромное количество механик, которые обязаны были быть в этой игре. Фанаты мне часто отвечают, эта игра не про то, но отлично, давайте теперь вообще все уберем или забьем хуй на качество всего того, ни о чем эта игра. Игра с открытым миром про город будущего, в котором нет полицейских погонь. Как это вообще всерьез можно воспринимать? Как всерьез можно предоставлять настолько скудные возможности по кастомизации в игре, которая претендует на жанр РПГ? Эта игра мне напоминает какое-то кладбище игровых механик и возможностей, которые могли быть добавлены в эту игру, но их либо передумали добавлять, либо добавили в упрощенном виде. Например, вы знали, что в Киберпанке изначально планировали сделать метро для перемещения по городу, но в итоге просто из-за того, что они не успевали, они от него полностью отказались. И от всего метро осталась всего одна единственная станция. Делать там абсолютно нечего, поезда там, естественно, не ездят, потому что куда, если станция это всего одна? Эта станция это как надгробный камень для метро в этой игре. А вся эта игра вполне может стать надгробным камнем для CD Projekt Red, если они каким-то образом не исправят ситуацию, причем в самые ближайшие сроки, хотя бы до лета. Причем, когда я говорю исправят ситуацию, я не имею в виду, что игра после этого станет для меня интересной. Нет, я имею в виду, что они хотя бы просто доведут до играбельного состояния консольной версии и окончательно пофиксят версию для ПК. Но из-за, на мой взгляд, непростительной линейности, из-за отсутствия какого-либо реального импакта большинства ответов диалогов на происходящее в игре, я не думаю, что у меня появится хоть какое-то желание пройти Киберпанк еще раз. Ты господи, это рейтинг лучших игр года, а я три минуты потратил на то, чтобы палить говном игру на пятом месте. Да, вы, наверное, про эту игру вообще не в курсе и не понимаете, что она здесь делает, но я ее сюда поставил только для того, чтобы показать вам, насколько мне неинтересен Киберпанк. И да, я в нее действительно играл, провел какое-то количество часов. И знаете, если кто-нибудь всерьез спросит меня, Игорь, чем бы ты сейчас занялся, половил бы ебучих киберпсихов или полетал бы по цветочкам, пособирал бы пыльцу, я бы ответил, а я буду шмелом или пчелой. И разработчики этой игры ответят тебе пчелой. Нет, не подумайте, что это какая-то реклама, я не рекомендую вам тратить деньги на эту игру, есть огромное количество вещей или даже игр, на которые вы можете более полезно потратить свои средства. Ну вот серьезно, по скидке в Стиме эта игра обошлась мне, по-моему, рублей в 500. Но ощущение после игры в нее у меня более положительное, чем от игры в Сайберпанк. Ты чувствуешь какое-то умиротворение, что ли? И это при том, что стоит она в 4 раза дешевле, чем Сайберпанк. И никто ее, черт подери, не рекламировал, и никакого Киану Ривза в костюме шмеля там тоже нет. Поэтому я абсолютно серьезно ставлю симулятор пчелы, я даже не помню, как она точно называется, на 4 место в списке лучших игр 2020 года. Ну, какой год такие игры? Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, вот какая главная претензия игроков к The Last of Us 2. Я слышал, что это ужасная игра, потому что они лесбиянки. Я это, кстати, не одобряю, не разделяю, пожалуйста, не надо мне желтую монетизацию давать. И механики там не поменялись в первой части, и сюжет там какой-то дырявый, весь дыра на дыре. И мне кажется, что это связано с тем, что игра как бы оказалась между двух наковален. С одной стороны, это ПКшники, которые просто ненавидят The Last of Us 2, потому что, ну, они считают, что это какое-то переоцененное говно. А с другой стороны, наоборот, ярые фанаты этой серии, которые просто боготворили эту игру, и, ну, знаете, как это обычно бывает в ситуации с олдфагами, им очень сложно угодить. А у первой The Last of Us огромная, прям такая ядреная фанбаза была, и я думаю, что это и стало причиной того, что игру засрали просто со всех сторон. Я вам так скажу, я не являюсь каким-то фанатом серии, я не особо-то и ждал вторую часть. Я считаю, что это просто хорошая игра, и даже та либеральная пропаганда, которая там есть, но она не несет в себя какого-то негатива, она не говорит, что мужики ублюдки, сволочи и так далее. Ведь мужчины в этой игре есть как хорошие, так и плохие, то же самое и с женщинами. Мне кажется, что основной посыл повестки в этой игре заключается в том, что, ну, есть люди, которые очень сильно отличаются от нас, но они тоже люди, и у них тоже есть чувства, у них тоже есть переживания, и они не так уж и сильно отличаются от нас на самом-то деле. Ну, вы сейчас понимаете, о каком из персонажей я рассказываю. В общем, я не был каким-то преданным фанатом первой части, я не особо ждал эту игру, я не нашел какой-то токсичной повестки в ней, не спорю в этой игре большое количество минусов и в сюжете, и в геймплее, и в геймдизайне, но, повторюсь, я оцениваю игры в этом рейтинге по тому, какие впечатления они у меня оставили, и, знаете, я, наверное, перепройду The Last of Us 2 в будущем году. Ну, вот ее, скорее всего, пропатчат для PS5, и это будет отличный повод. А тот факт, что я бы перепрошел игру, при том, что она абсолютно линейна, это на самом деле говорит о многом. Это говорит об очень высоком уровне режиссуры, постановки, потому что именно этими компонентами давят подобные игры. Очень приятная визуальная составляющая, то есть, несмотря на то, что это постген, у тебя не возникает впечатления того, что это какая-то устаревшая игра, она выглядит действительно очень здорово, я думаю, что они вытянули просто максимум из PS4. И я знаю, что многие из вас уже начали писать, вот ты сказал, что ты не хочешь перепроходить Cyberpunk, потому что он слишком линейный, а The Last of Us 2, который еще более линейный, ее ты при этом хочешь перепроходить? Да. Call of Duty. Я вчера смотрел ролик Алексея, и у нас вот просто максимально, диаметрально противоположные взгляды на эту игру. Он там у себя, по-моему, назвал Call of Duty худшей игрой года. Худшая игра этого года, это, конечно же, Call of Duty. Она отвратная. Я же эту игру в своем топе поставлю даже выше, чем The Last of Us 2. Еще раз напомню, что критерием попадания в этот топ и расстановкой мест здесь определяется тем, какие впечатления я испытал после прохождения игры. И так как, в отличие от The Last of Us 2, от новой Call of Duty я не ждал вообще ничего, и уж тем более я не ждал ничего от ее синглплеера, то у меня просто челюсть отвисла, когда я прошел одиночную кампанию. Я только после этого узнал, что сценаристом был чувак, который писал сценарий для первого Black Ops, ну еще там для пары частей серии. А первый Black Ops, это, наверное, ну, одна из двух моих любимейших частей Call of Duty. Причем как по синглу, так и по мультиплееру. Чего как раз нельзя сказать о новой части, мультиплеер мне вообще не зашел. Невероятно унылый, его хвалят всякие задроты, говорят, что это просто невероятно крутая игра. Правда, те же самые задроты говорят, что эта игра полное говно, потому что там какой-то сломанный матчмейкинг. Я лучше пойду и выпью бокальчик вкусного освежающего яблочного сока, чем буду сидеть и рубиться в эту дресню со школьниками. Но вернемся к синглплееру, и знаете, несмотря на то, что он выглядит очень свежим, тем не менее, те, кто являются фанатами серии, те прекрасно знают, что все вот эти, казалось бы, нововведения на самом деле таковыми не являются. Все это так или иначе уже появлялось в каких-то частях серии. Командный хаб, например, был в Infinity Warfare. Возможность принимать решения, которые потом не особо сильны, но все-таки скажутся на сюжете, можно было во втором Black Ops. И даже настройка персонажа, причем даже более продвинутая, с возможностью прокачивать его по ходу прохождения синглплеера, даже это уже было в одном из Black Ops. Если мне память не изменяет, то в третьем, да. Ну вот что-то в этой игре есть, я даже не знаю, что, вот этот уровень на Лубянке, вот эта отсылка к Стэнли Парабл в конце, и сам сюжет, он какой-то просто невероятно тупой, но при этом в какой-то степени очаровательный, и в нем не чувствуется какой-то, вот знаете, грязи, которую они хотели прям вылить на русских. В нем скорее чувствуется какая-то ностальгия по вот этим тупым всяким боевикам из 80-х и 90-х, где русские там десантировались на американские города и захватывали их. И я думаю, что никто в здравом уме, ну кроме, конечно же, коммунистов, не будет воспринимать подобные фильмы или игры всерьез. Они, скорее всего, просто улыбнутся, увидев Рейгана или Горбачева рядом с персонажами их любимой серии игр. Ну, согласитесь, это прикольно, что Горбачев и Захаев сидят в одном кабинете за одним столом и что-то там обсуждают. Плюс, повторю свои слова из ролика про Call of Duty, концовки просто отличные, серьезно. Вот одна из них, она прям вам точно понравится. Плюс к этому добавьте довольно разнообразный, ну, исключительно по меркам серии Call of Duty, конечно же, геймплей. Вы там и в Хитмана на минималках поиграете, и головоломки какие-то порешаете, замки повзламываете, стелс, все такое. В общем, я абсолютно точно могу вам сказать, что синглплеер Call of Duty двигается в правильном направлении, и мне даже не жалко в этом году дать Call of Duty второе место в моем списке лучших игр, но еще раз напомню, это исключительно синглплеер. Мультиплеер полная параша, пошел он нахер вообще. Да, я думаю, это было ожидаемо, это та игра, ради которой я купил себе Oculus Quest, и, пожалуй, это последняя игра, в которую я на этом Oculus Quest поиграл и получил от этого удовольствие. Я еще попытался опробовать Boneworks, но почему-то, когда я в него играл, у меня очень сильно болела голова. Скорее всего, это из-за того, что это очень динамичная игра, даже более динамичная, чем Half-Life. А у Oculus Quest, во-первых, не самая большая частота кадров для VR-шлемов, а во-вторых, у него есть такая небольшая задержка при беспроводном подключении к компьютеру. Обычно ты эту задержку не ощущаешь, но когда игра под динамичностью уровня Boneworks, когда тебе буквально каждые полсекунды нужно куда-то двигаться, ты начинаешь это ощущать, и у тебя это вызывает реальный дискомфорт. Но вернемся к лучшей игре года, это действительно Half-Life Alyx. Я понимаю, что многие из вас в нее просто не играли, потому что для того, чтобы в нее поиграть, нужно было купить себе не только игру, но еще и VR-шлем, если у вас его не было, а я уверен, что у многих его не было, и более того, у многих не было денег на то, чтобы купить этот самый шлем. Очень многие уповали на то, что Half-Life Alyx произведет фурор в VR-индустрии, что после ее выхода VR-проекта АА-класса начнут штамповаться просто ежегодно, ежемесячно, ежесекундно. Но я еще в своем обзоре на Half-Life Alyx, который вышел практически сразу после выхода игры, говорил, что покупать шлем вот в тот момент на самом деле не очень хорошая идея, потому что может получиться так, что специально сделанные для VR-а игры высокого класса не начнут появляться. И, в общем-то, так оно и вышло, я не припомню ни одного хоть сколько-то громкого тайтла после Half-Life Alyx. Максимум, что было, это выпустили VR-режим для Microsoft Flight Simulator, это, конечно, спасибо большое, но я думаю, что многие по 60, по 70, по 100 тысяч рублей тратили в расчете на нечто большее. Но не подумайте, что я ставлю это в упрек игре, она в этом совершенно никак не виновата, сама игра получилась просто охренной. Несмотря на то, что я говорю, что каких-то крупных крутых игр для VR-а выходить не стало, я этому не радуюсь, я это просто констатирую. На самом деле, я считаю, что VR-шлемы это действительно next-gen в плане погружения. Я с нетерпением жду, когда Sony выпустят свою следующую версию VR-шлема для PS5. Первая версия PSVR продалась тиражом более 5 миллионов, это самый популярный VR-шлем, и, возможно, как раз-таки следующая его версия сможет переломить вот это медленное отмирание VR-индустрии. Half-Life Alyx показала абсолютно всё, на что способны VR-шлемы. Не могу сказать, что это какая-то суперинновационная игра, в том плане, что она скорее является не каким-то первопроходцем, как, например, Boneworks, она является квинтэссенцией. Квинтэссенцией всего лучшего, что было разработано и придумано в VR-индустрии за всё время её существования. Все наработки в плане физики, в плане геймплея, в плане геймдизайна, всё это уже можно было видеть в каких-то отдельных играх, но чтобы это всё было собрано вместе, да ещё и приправлено довольно неплохим сюжетом, хотя я вот сейчас так вспоминаю, сюжет-то на самом деле так себе, вот концовка, да, она прикольная, а сам сюжет-то там достаточно примитивный. Но вам и некогда думать о сюжете, когда вы просто берёте табуретку своими руками и выкидываете хэдкраба нахуй в окно. Вам некогда думать о сюжете, когда вы взаимодействуете с различными предметами, и они работают так, как они должны работать в реальной жизни. Маркеры рисуют, пианино издаёт звук, когда вы нажимаете на клавиши, причём звук реально соответствующий этой клавиши и ноте. Вот кто бы мог несколько лет назад себе представить, что ты сможешь присесть на корточки, взять труп хэдкраба и разглядывать его прямо перед глазами, поворачивая рукой, как тебе захочется. А ведь если убрать VR из этой игры, то ты понимаешь, что это самая обычная игра, ну просто какие-то головоломки, да, есть внимание к деталям, есть какой-то сюжет, любимые персонажи, но именно VR делает её такой, какая она есть. И именно эта игра в ответ показывает нам, какого эффекта можно добиться, сделав хотя бы одну часть какой-нибудь известной серии специально для VR. И не просто прикрутить возможность пройти игру в VR, как это было, например, с Резидентом, а целенаправленно разработать игру под эти устройства. И вот когда опытные и талантливые разработчики за счёт атмосферы, за счёт дизайна, за счёт каких-то мелочей научились создавать эффект погружения даже на плоском экране, представьте себе, что они смогут создать, когда в их руках появится такой мощный инструмент, как виртуальная реальность, и когда им скажут, что вы можете не оглядываться на мониторы, делайте игру специально вот под это. И если всё это соблюсти, то на выходе вы получите игру, которая получила 9,1 балла от пользователей на Метакритике, а это, поверьте, дорогого стоит. Хотя и тут бывают исключения. Ну что ж, вот такая вот премия у нас получилась. Вот такой вот у меня список. Я думаю, что у вас он очень сильно отличается. Пишите его в комментариях. Ну, а я на этом заканчиваю, потому что... О, чуть не опоздал. Уже начинается обращение президента новогоднего. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие россияне! А вы знали, что вы... Субтитры сделал DimaTorzok